На дворе еще зима и мороз, а в Федеральном научном центре овощеводства вовсю цветет капуста. Белая и краснокочанная, совойская, цветная, брюссельская, декоративная, брокколи, кальраби, а также японская, китайская и пекинская. Всего 11 разновидностей. Все это разнообразие растет под специальными лампами с инфракрасным излучением, которые и освещают помещение, и согревают растения. Сейчас селекционеры кропотливо выполняют опыление. Сейчас скроем бутон, чтобы его опылить. Освободим от рыльца пестика. И на это рыльце пестика нанесем пыльцу. И через полчаса максимум уже произойдет оплодотворение. Чтобы не запутаться на опыленные бутоны и цветы, ученые обязательно вешают этикетки с указанием номера растения, проведенной работы и датой. А затем постоянное наблюдение. Отчасти поэтому все это великолепие заведующая лабораторией селекции и семеноводства капустных культур Людмила Бондарева называет хлопотным хозяйством. Вырастить рассаду капусты непросто, потому что она очень капризная. В этом Людмиле Леонидовне помогают еще пять сотрудников. Среди них и Светлана. Ей 25. В этом году она оканчивает магистратуру в Тимирязевской академии. Но в лаборатории селекции и семеноводства капустных культур работает уже почти два года. Сейчас она изучает рост, развитие и продуктивность семенного куста белокочанной капусты. Однако увлекают ее и другие разновидности этой овощной культуры. Также капустных культур большой ассортимент разновидностей. И, возможно, хотелось бы заняться чем-нибудь еще. Особенно меня декоративные привлекают своей красотой и необычностью. Наибольшим спросом в нашей стране традиционно пользуется белокочанная капуста. Однако потребители предъявляют определенный ряд требований к овощу. Так, кочаны должны быть небольшими, крепкими, плотными, с белой мякотью внутри и вкусными. Среди достижений Федерального научного центра овощеводства целая плеяда сортов капусты, рейнированных с 1943 года. Слава, первый грибовский, московская, поздняя, белорусская. Эти сорта, адаптированные к нашим условиям, ученые берут и в селекционную работу. Также в капусте важны и такие характеристики, как длительность хранения. Если бы я пришла на рынок и лежали эти два кочана, вот я бы взяла вот этот. А знаете почему? Потому что он белее, значит у него больше сахаров, значит он слаще, значит он, ну будет, у него структура вот этого листа, она будет более нежнее. Ну это вот, если салат приготовить в свежем виде, вот я бы выбрала этот кочан. А если мне нужно там через недели-две, ну может быть и этот бы взяла, он еще мог бы похорониться. Подробнее о разработках селекционеров Федерального научного центра овощеводства мы расскажем в программе «Специальный репортаж». Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».